Ребят, привет. День добрый. Сегодня у нас 9 октября. Стою я вот на таком паркинге. Как вам показать, моя машина стоит. Четыре места свободных. Парень из Узбекистана стоит на гиртеке. Еще коллеги литовцы стоят вот здесь. Вот заехал я туда задом. Вперед, вернее, проехал. Подошел к ребятам. Говорю, как они заезжали. Говорят, становись здесь задом, заезжай и все. Заехал задом, вот сюда встал. Но встал, я скажу вам, ребята, не особо удачно, потому что, блин, решил я завести двигатель, а у меня сел аккумулятор. Вот так-то. И я стою, если бы я стоял здесь поближе, то было бы все в порядке. А так у меня получилась, так сказать, фигня. Далековато до этого. Хорошо есть провода на уровне четырех метров. Но, но там тот парень, который от меня справа стоит, он как-то дальше стоит. И он спит. Не могу, ну, не буду я его будить. Все равно он сегодня вряд ли стартует. Наверное, завтра стартанет. А парень из Узбекистана сказал, завтра в четыре часа он стартует. Он меня прикурит, если некому будет. Ну, я думаю, что некому будет меня прикурить по-любому, потому что на воскресенье и сегодня вряд ли кто-то будет ездить. Вот такая вот заправка закрытая. Бонжоу. Закрытого типа, блин. Не знаю, но тут, по-моему, заезжают, заправляются вообще-то люди. Как бы. Не знаю, насколько. Что-то с воздухом. Есть тут воздух? Нету. Никого знает. Видно, что заправлялись. Туталовская. Вот там закрытая. Все было. Ну, можно было, конечно, знаешь, так, оцепить ленточку, заехать, потом поставить ее обратно. Никаких проблем, по сути, не было. Но все заезжают так задом. Ну, и все здесь закрыто, как бы. Странно, почему она закрыта, блин. Либо переделать ее на автоматическую. Не, ну, я понимаю, что, наверное, все-таки заправляются люди. Сейчас посмотрим. Ну, видно, что заезжают. Я не знаю, заправляются, не заправляются, но заезжают сюда. Все-таки вроде все работает, блин. Да, наверное, заезжают, заправляются только с той стороны. Интересно так, да? Ну, так. Стою нормально. Единственное, вот, беру, блин. Так и думал, 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 надо завести. А, чуть попозже, чуть попозже, потом хопа, и все, блин. Главное, 22,8 показывает вольта. Ну, я потом ставил свой прикуритель, свой приборчик. А, смотри, я даже помыться толком не смог. Лицо помыл, а волосы не помыл, негде здесь помыться. Ставил свой приборчик, 22,8. Блин, в Даффи, спокойно в этом, блин, заряжался без проблем. А здесь вот такая вот беда. Ну, по-любому, если, может быть, там поляк еще один стоит, спрашиваю у него, если тут проснется поляк, может, есть у него удлинитель там или нет. Если есть удлинитель, то хорошо было бы. Было бы здорово. Тогда бы я бы у него попросил. Можешь и есть. Там он по телефону разговаривает, занят. Ладно. Ну, избег тут нормальный на гиртеке, на Даффи. Подойду, говорю, подъеду, говорит, прикурю утром. Мы будем надеяться, что, может быть, этот проснется, у него есть удлинитель, а может, кто-то и заедет, как его знает. Будем надеяться. Вот так вот паркинг вот такой. Интересно, зато спокойный. Я думал, там их два было. Еще так удивился, у них вещи ночью стоят перед кабиной. Думаю, как они так вещи, блин, ставят. Неужели мест нету, что ли? Ну, плюс, они каждую ночь, думаю, блин, вещи свои перекладывают в другую, блин. Ну, нет, казалось, что там было их двое, один уехал, оставил только ученика. А вот где у Вольво прикуриватель, я вот даже так и не понял. Так смотрел, 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 смотрел. Вольво 6. Как-то даже не видно. Ладно, проснется, будем решать. Может быть, поможет. Было бы здорово, конечно. Погодка замечательная. Тепленько. Хорошо. Единственное, аккумулятор, говорю, не по нос, так золотуха, да, ребята? Ладно. Потом расскажу я, что и как. О, проснулся этот самый парень, пойду, не спрошу. И так, не было времени вчера снимать. Но начало оставил я. Доброе утро понедельнику, 10 октября. Ночка сегодня, конечно, была... Короче, как я говорил, что у меня сел аккумулятор, причем на 20. Пытались мы, как бы, подзарядить его. У меня есть кабеля, но они были маленькие. Маловат их до машины, которая справа. А которая слева машина, она стояла через 4 полосы. То есть там, считайте, метр 15-20 до нее было. Там еще стоял коллега из Польши на автомобилевозе. У него были провода длинные. Но, блин, они в таком состоянии плохом, что... Ну, решили попробовать. В итоге с 2,4 вольт, ну, там уже просел аккумулятор еще больше. Мы довели до 23,1 вольт. И ничего, вообще ничего. Мы и так, и так пытались. Ну, во-первых, потому что соединение. Во-вторых, как-то там у этой у Вольва, блин, что-то там у него как-то, по-моему, у самого там что-то не в порядке с системой. Ну, не знаю, нет. Наверное, у него все в порядке с системой. Но, короче, кабель дополнительный. Он в таком состоянии плохом, что просто жесть. Долго искали массу, где у него взять. Нашли, короче, получился контакт, как бы, есть. Ну, вот такая, как бы, утечка при зарядке большая. 23,1, 23,2 даже был один момент, но все больше не поднималось. Вот, директор сказал, что надо, чтобы 24 было, как минимум. Тогда будет все в порядке. Ну, поскольку другого выбора не было, пришлось ждать мне коллегу. Парень из Узбекистана, Узбекистана. Ну, он молодец, он так мне помогал там, мы с ним там... Ну, в итоге полчетвертого он мне постучал. Я, естественно, все это время, блин, то спал, то не спал, то непонятно что. Короче, он подъехал ко мне своими кабелями из машины. Я скажу так, подсоединил, смотрю на этом датчике. 26, чинж, все завелось. Вот так-то, блин. Вот так-то, ребята, блин. Ну, главное, что кабеля у меня есть, все завелось. А то там уже директор хотел мне прислать на помощь 7 утра, если что, к коллегу. И дал мне даже телефон в 20 километрах от меня где-то стоит. Я ему написал, мне он сказал, если не получится, дай мне знать и... Не, если получится, дай мне знать, тогда я напишу, чтобы он не приезжал. Я попросил, дай телефон коллеге, что я сам ему сообщу, что все в порядке, если что. Окей, мне скину телефон, там, по-моему, литовец. Потому что АРУ у нас имеют литовский, отмечу. Ну, я написал АРУ, что все в порядке, не надо ехать. Ну, соответственно, написал об этом и директор. По поводу заправки, он говорит, чтобы я прислал ему фотографию, что показывает этот самый. Ну, я ему послал, он мне прислал тогда точку, где я могу заправиться. Заправка, короче, от того места, где я стоял, 136 километров. Я говорю, а я вам не хватит доехать. Он говорит, ну, я не знаю, сколько там у тебя литров. Померь там, скажи, сколько тогда я тебе скажу. Ну, вот так я вам да так и не сказал. Я ему послал, я говорю, а чем мерить, специальная линейка есть или чем? Он мне пишет, палка от щетки. Я говорю, окей, ну, там я уже стою прямо, я не могу засунуть палку в бак. Засунул туда, у меня метр есть, засунул метр. У нас в море, да, была такая, как бы, паста специальная. Ее кращено, она такая красного цвета, линейку опускаешь, и там, где заканчивается жидкость, цвет меняется. Ну, а здесь так, в темноте, блин, фонариком. Ну, короче, фонарик я здесь не оставил там. Или оставил. Кто знает. Что-то, конечно, ты, да, блин. Ба-ба-ба-ба. Походу, да, фонарик оставил там. На земле. К сожалению. Но все-таки я ожидаю. Да, прям, походу, я фонарик там оставил. Ладно, у меня дома другой есть, но это дома. Надо покупать фонарик. Фонариком я пользуюсь часто при подцепе. Прицеп. Ладно, короче, я сантиметром замерил, мне показалось, где-то в районе 10 сантиметров, чуть больше. Послал ему. А сейчас, когда уже утром, я где-то полтора часа гонял аккумулятор, блин. Чтобы уже на всякий случай. Утром перед выездом завернул голову, так, чтобы можно было туда залезть. в бак. Ну, залезу в бак и... в щетку. И да, короче, получается, что... 10 сантиметров. Нет, там даже получается 10... Почти 11 сантиметров. Ну, отлично. Если бы замерил высоту бака... 65, ну там еще идет типа склон. Ну, скажем, 60 сантиметров высота бака. Вот, а 10 сантиметров 1 сантиметра. Если в баке помещается 600 литров топлива, то это где-то 1 десятая. Получается где-то... Нет, даже больше 1 десятая. 10 сантиметров. В общем, можно считать, сколько литров. 1 сантиметра. 1 сантиметра. 1 сантиметра. 1 сантиметра. Это значит 100 литров в том баке. Что такое? Что такое? 1 сантиметра. И заодно заглянул во второй бак. Там 30 литров. Ой. Тоже примерно столько же. Но если он 300 литров, то это значит... просто зарядный сантиметра не отключается. Это значит 50 литров во втором баке. Я думаю, что он отключается. Просто зарядный сантиметра. Я думаю, что, короче, мне от места, куда я сейчас еду на первую выгрузку, до следующего места... то, блин, заправочного места получается где-то 65 километров. То есть, по сути, должно хватить. А там не шелка, а там авиа, по-моему, заправка. Но шеф сказал, что можно по карточке шелк заправиться. ОК. На, слушайте, по-моему, я фонарик прощучил, блин. Обидно, слушай, хороший фонарик был, блин. Где я его ставил? На земле или на баке? Метр там оставил. Что там оставил? И метр, и фонарик, блин. Что, ёпу, растяп? Вот растяп. Дай поверну. Опять окажется. Как так, да? Блин, вот что за растяп, а? Ладно, блин. Едем, ребята, дальше. Растяп он и бабушки растяп. В любом случае, если, блин, я его на баке оставил, то, значит, они улетели. Нет. Остановился, посмотрел, не, ребята, фонарик. Фонарик на месте. А вот, линейка, моему, до свидания сделал. Ладно. Ну, хоть фонарик на месте. Да, я там оставил на баке линейку, блин. Она, наверное, улетела. Всё равно растяпа, правда? Сколько там нам? 24 километра осталось. 25 минут где-то примерно ехать. Ну, да, короче, понервничал я вчера конкретно, ребят. даже, блин, коллеги стрянул в одну сигаретку, две сигаретки. Выкурил две сигаретки. Он говорит, «Может, выпить хочешь?» Я говорю, «Да, ну ты что?» Не, я не хочу. Я говорю, «Я сам могу тебе предложить, если хочешь. У меня пиво есть белорусское». Говорит, «Не, мне, говорит, ехать уже скоро». Ну, короче, на то мы разошлись. Сигареты белорусские. Нинск, там, справа стоял белорус. Ну, Минский. Минский сигаретку гостил. Так, гадость, конечно, конкретная, но скурил две сигареты сразу, потому что переволновался, реально, не мог понять. Гладность аккумулятора, это фикс. Если что-то другое, его как-то, блин, неохота начинать, да, с таких вот моментов, что-то с двигателя. И то, кстати, я утром завел двигатель, минут пять, поработал у меня, и что-то так, тын-тын-тын, надо выключить двигатель, говорит, я что-то не понял, почему надо выключить двигатель. Блин, я его, вернее, он сам выключился. Думаю, знаешь, как аварийки, как заработали, я нажал на аварийку, он взял и выключился. Какая-то защита сработала, непонятно. Теперь буду, блин, знать. Проснулся, блин, завел двигатель. И датчик этот все-таки нужен, блин. засунул его, и показал, сколько у тебя вольтаж. Удивительно, что нету сигнализации, что пониженный вольтаж батареи. Она только тогда, когда ты включаешь зажигание. Натафи там, блин, было привычнее, там. Убрата намешала, конечно, но зато там, если пониженный, то он сигнализировался. Это мешало, когда он неправильно работал. У меня были варианты, кто смотрит мой канал, были варианты, что я в процессе, блин, нормальное, короче, это самое. Как это называется? Нормальный заряд там, 80, 70 процентов. А сигнализация орёт. Что типа, давай, заводи двигатель, по зарядку давай, блин. Что-то с лампочкой. То она горит, лампочка, но она не горит у меня, сигнализация. Как будто какая-то лампочка перегорела. Вроде все горят. Может где-то там контакт плохой отходит, что она там висекровизирует. Так что вот так. Пришлось курнуть. Короче, быстрее это все надо. Ну ладно, уж как есть, так есть. очень хороший у меня получился вчера выходной, блин. Хорошо не 45-ку стоял, блин. не спал. Потому что в какой-то момент я вырубился. И пол четвертого мне успех. Даже о блины меня не спросил. Ну, елки-палки. Спасибо ему, конечно. За помощь. Реально. Такой парень нормальный, блин. Шпек шарящий. Не так, как я привык в армию, блин. Так что если смотришь мой канал, тебе большое спасибо, большой привет. Напиши в комментариях, как тебя тут зовут. Мало ли встретимся. Я запомнил, что так у него и на герстеке он работает. Такой интересно рассказал историю своей жизни. Пока документы и делал, блин, в Польше. Вернулся в Литву. Целый месяц работал таксистом в Литве. Кстати, вот я рассказал, что я работал Латвией таксистом. Про планы. У него, говорит, 17 евро план был. За аренду машины. А у нас сколько? 36-40. Если на чужой машине работаешь. Все у нас в стране как-то не так. Платим большие деньги кругом. А живем, блин, хуже всех трех стран при Балтийской. Балтийской. А Беларусь тоже интересно. Четыре месяца только работает. Говорит, задом боюсь давать. Так нервничаю. Я говорю, да ладно, что там. Помогут же. Да, говорит, фигня, говорит, помогут. Я, блин, просил помочь там где-то. Он там швартовался задом. Пофиг никто, блин. А, говорит, становись, пофиг ты. Даже не показывают. Я говорю, странно, у меня такого не было, блин. Что-то было. Не, было у меня как-то? Самой первой каденции, я помню, во Франции. Там, где я потом на Бельгию пошел. Почти поход сказал бы Мерседенсус. Скорость просил. Лоб и дешево. Был там такой один момент. Там такое узкое место было. Надо было задом пришвартоваться. Там куча палетов перед носом. Я там мучился минут 15, наверное. Ну, понемножку туда, 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 туда. А стояли эти французы. Да, тоже во Франции. Курили человек 20. И только наблюдали. Не, ну я не просил. Может быть, если бы я попросил, мне помогли бы. Но обычно там не водители были. Там были работники склада. Тоже, что их судить. У них, блин, перекуры, блин, может быть, раз в час. А тут будут помогать им. Да, нормально. Потом встал. Все в порядке. Я так понимаю, что этот парень из Беларуси, он, он боится задом пришвартоваться, потому что какой-то прицеп у него был. Какой-то прицеп. Дверь была выгнута. Кто-то, типа, швартанулся, блин. Не в том место. Подбойник, наверное, дверями прицепа. Поэтому он так переживает. У меня, волнение, вот как-то живот побаривает. Мне нравится. Мне сейчас выпил таблетку, выпил смех. Потому что у меня всегда тоже куда волнулись. У меня, блин, живот. Такую. Ну, каждую по-разному. У кого сердце, угол, давление. А у меня вот так. Живот. Хотя, может быть, это не только ты тут кофе вчера. Хотя вчера Барин Глана приготовил суп себе сделать из пачки. Достал там пюре с водой размешать. Котлетки Наташины были. Деширак этот. Ролл там приготовился. Думаю, сейчас водички скипячу. Супчика съем. Потом котлетки с пюре. И, может быть, если мало будет, замочу Ролл. Ага. Я двигатель хопа. А мне хопа. И ёд. Ты, моё, ты там, такую мать. И всё. Давай за пообеду. Какой там уже обед. Ну, котлет и так съел. Уж надо доедать. Сейчас домашняя огурка закончилась. Курица, пюре, котлеты, салаты, рис варёный Наташинка. Всё закончилось. Теперь будем переходить на следующую пайку. Надеюсь, я ещё там же и холодильник отключал. Надеюсь, там ничего мне не попортилось. Пельмень. А пельмень, блин, как-то я не могу довезти пельмень. Нифига. Как бы я ни вёз, всё равно они тают. Потому что я думаю, что даже в этом камере, в магазине, они не заморожены. Надо брать бабушку на пельмень. Которые сама бабушка делает, блин. Их я точно довезу. Потому что они в морозильнике заморожены. Но это тоже, блин, надо учесть, что я-то еду не, блин. В 17 часов сейчас ехал. Если я ехал как на Хестеркамп, да, там в 17 часов, всё в порядке. А я ехал-то, блин, сколько, блин, дней, ночей. Достаточно долго. 2000 километров, я считаю. Поехал в воскресенье, ой, в субботу. Пять, пять вечера. И приехал. И приехал. И приехал в три часа ночи во Втург. Там я в Польше давал на кухню, чтобы не заморозили. Потому что водильник не работал в номере. Ну, походу, они просто отнесли там в холодильник, положили всем пакетом. Я хотел, чтобы не заморозили. Ну, ладно. Как есть, так есть. Буду делать клёцки. Только уже не полный, как прошлый раз, делал целую кастрюлю. Потом съесть не могу. Не надо. Половинку чик-чик-чик наделать, идёт с чего. Всё будет в порядке. Вот мы сейчас опять-таки красивая аллея. Едем. Там машина несётся раньше, да, да. Нужно. 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 Нужно попустить. Шампань Ордени. Наверное, завод здесь какой-то шампанский. Ну, а так, в принципе, сейчас на расстоянии уже такое более-менее. Здесь-то как-то, блин... Не, ну я... Надо было мне... У меня не получалось заводить, поэтому я и сообщил директору. Не потому, что я не знаю, как и чем воспользоваться, а именно потому, что не шло. Надо же сообщить заранее, что мало ли что. И вдруг не заведётся, скажет, а почему-то не сообщал. Ну и, соответственно, по поводу этих самых, блин... Топлива... Топлива... Тоже, наверное, я тут переписел по поводу топлива, потому что, смотрю... Другая стрелочка остановилась на одном уровне. На красный черте, так скажем. Ну, зато знаю... Я первое, я знаю, что можно заменять топлива линейкой, но надо хотя бы знать примерно, что они означают в каждом баке. И объем жидкости в баке. Посмотрел по технической документации, непонятно. Один вариант 630, 300, второй 800, 400. Я так понимаю, что 600, 300. Хотя я могу ошибаться. Но я считаю, что 600 и 300, это по отношению к тому, сколько бы у меня топлива ушло на этот переезд. Потому что я 2400 проехал, но не полный банк, но потратил. Поэтому у меня так, если брать 30 литров, позвонил там Олегу, земляку, вставку в курсе тоже. Он говорит, 3 от 30 до 35 расход. В зависимости от какой курс. А так точно, блин, не говорит. Но не знает. Задал вопрос, ему тоже сколько минимальное... Он, наверное, уже за дофига зарезился на гуляцию. Задал вопрос, чтобы зарядка аккумулятора отключается. Никого знает. Да ладно, а как тогда человек знает, что аккумулятор хорошо заряжен? Блядь. Там же система электроника стоит нормально. Короче, разбирается век уже по механической части, по этой. Потому что я же тоже не знаю, где подключиться. Нашел розетку, вроде 24 вольта. Вот это она. Но не уверен. Другой, что-то другое означает. Машина-то предназначена для других целей. А не для... Не только для тенков перевозок, да? А для петровлических этих вещей. Потому что там что-то подключать, а не заряжать. Но, блин, интересно, что нету в этом самом интернете информации. Вот это мне не нравится, когда начинает она так вещать постоянно. Ну, не, надо на... Когда она... В пути надо ее вытаскивать. Когда она месяц стоит, да. И розетки, кстати, да, действительно, они тут раздолбанные. Она включается. Все, все, все туда включается. Для этой розетки, и та розетка, и та розетка. Ну, не все совершенно. Не все должно быть очень классно. Так что понемногу вот это. Знаю, где тебе его Вольво аккумулятор. Хотя, странно этот. Ну, он, да, он тоже, только тоже все на Вольво. Тоже, говорит, на ДАПе до этого. Не знаю, где там. Стали вместе. Главное, что минус не найдется. Ну, то, что минус на эти. Плохой контакт с массой. Вообще плохой, блин. Ну, и плюсы кабель, да. Директор сказал, 24 должно быть минимум. Блин, ну, 24. Что там, такие слабые аккумуляторы? Это, ну, слабо. Точный ток пусковой у них слабый, что ли. Блин, спокойно. На ДАПе было, что 22,1. И запускалась машина. Здесь такая, никого знает. Я уже, блин, и прицеп все кабели электрически отключил. Холодильник, как еще, все вырубил, как только можно. Что только можно, да. Нагрузку, что ли. Нет, толку нет. Ну, и аккумулятор, да, с этим кабелем он не заряжал больше, чем 23. И то один момент был 23,2. И все, а так 23, 23,1, 23. И только что-то сделаешь, блин, например, окно откроешь. 24, ой, 22 и там 4, 22 и 6. Это, блин, по-моему, баночки там слабовасенькие. Ну, знаю, как открывается крышка теперь аккумуляторная. И, главное, я думал, у меня с собой мой бустер, блин, 12-ти вольтовый. Думаю, в крайнем случае, открою крышку туда, подсоединю на 12 вольт. Одну, знаете, аккумулятор. И как бы добавлю. Потому что 12-ти вольтовый показывает 13,8. Значит, какой-то один аккумулятор ненормальный. Из двух. Можно замерить, у меня прибор есть. Можно замерить, было какой именно ненормальный аккумулятор. Тестер у меня. Ну, блин, оказалось, что я его в машине оставил. Надо все-таки будет его взять с собой. Есть такая беда, произойдет. Следующая, отпустя, открутить. Открутить. Блин. Открутить крышку. И, соответственно, попробовать подключить 12-ти вольтовый аккумулятор. Надеюсь, что там не надо ничего такого откручивать. Типа. Потому что соединяйте аккумулятор не хочу, но его нафиг. Сохнишь потом, блин. Не запустишь двигатель вообще. Каким-то параллель надо будет вводить. То есть, у 5-10. Нифига это надо. Такая инициатива точно на газу не будет. Ну, блин. Нифига себе. Такой разворотик. А я думаю, куда меня ведет обратно? Это у меня уже ведет этот самый. На заправку. Потому что полтора километра нам осталось до места. Будем уже искать. Где там и что-то. Так. Этот мой сад. Так. So Flat. So Flat. Агрикультура. Надо будет встать. Сколько там. 9? Не, не 9. 6. 6, по-моему. Тих самых. Не, 9. 9. Из них 8 мешков. Один там какой-то цемент. Поддонит. Поддонит. Шухлэ. Шухлэ. Агрикультура. Короче, в итоге, блин, видео вчера, ну, сделал с горем пополам. Триста метров. Триста метров. Триста метров. Пока по прямой. Кому там не мешаю. Видите, ребята, я ищу. Заезд. Слева, что ли? Слева, что ли? Слева. 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 Ну, как, заезжать? Прямо обороты заезжать? Может, что-то написано. Слева. Тоже сюда заезжать? Тоже сюда. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Показывает, наверное, перебор Субтитры создавал DimaTorzok 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 аудио немножко темненький направо на правом да туда ну ладно по кругу сейчас развернемся окей босс ух ты блин извините ребята забыл выключить пискля не надо переживать все будет окей бурбергард какой-то бургард зоны план ты 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 надеюсь я правильно что я показал ей налево она сказала да направо надо там на повороте для этого необходимо включить вайфай или установить изайли в карту или я что-то неправильно абсолютно делаю не, 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 все правильно, все правильно там другое кольцо будет правильно здесь плохо зачем мне это надо все, все отлично сделаю вот здесь что ли налево получается да там колечко будет с кольца первый съезд вправо пэсэ джи пи си джи логистик о, загорелась красная лампочка кстати направо чуть-чуть и потом наверх здесь очереди нету пэсэ джи пи си джи пэсэ джи пи си джи пи си джи а потом где-то налево не здесь же пэсэ джи пэсэ джи пэсэ джи пэсэ джи тут ничего не написано там по-моему кольцо еще есть или что не, все таки наверное там надо куда-то заезжаете пэсэ джи пэсэ джи здесь, не здесь я не вижу где название не вижу нет, я уже далеко поехал по морю пэсэ джи надо где-то остановится пэсэ джи пэсэ джи пэсэ джи пэсэ джи И пойти узнать. Потому что думаю я, что это вот этот PCG, какая-то другая контория. Кстати, паркинг-плейс, походу, есть. Какой-никакой. Ладно, пойдем обратно, погуляем. Как сказать, PCG, логистика. Мне кажется, здесь место для памятника можно было найти. Надо будет это место запомнить. Ладно, пойдем еще прогуляемся. А следующее место. Мне где-то туда надо, и потом привернуть налево, она сказала. Надеюсь, я правильно ее понял. Интересно, они так француженки. Ну, тоже хорошо, молодцы. Умеют пользоваться этим самым гуглом-переводчиком. Сразу спрашивают, на каком языке мне лучше. Я говорю, английский, латышский, русский. Он мне сказал, вот сюда заезжать, там становиться. Я так понял, сюда. Что, пойдем спросим, сюда, не сюда. Правым бортом надо будет подъехать все равно в другое место. Чуть вернуться обратно вдоль этого склада до желтой полосы. Странно, конечно. Ну, ладно. Как будет выгружать меня? Сбоку или сзади? Не, наверное, сбоку. С обоих бортов, я думаю, будет выгружать. Катаемся по заводу. Странно, как здесь запрещено. Да, с обоих бортов будут выгружать. Так, я думаю. Окей. Сейчас, надеюсь, мы точно приехали. Сейчас, надеюсь. Продолжение следует...